Всем привет, с вами снова я, Мастер Чу, и если вдруг в видео будет какой-то звук, такой, знаете, не... А, ну вот он начался, звук сверления, контакт, всё это, это уже никак не отменить, короче. Соседи сверлят с утра до ночи, сверлят с 9 буквально целый день до 9, от этого никак не избавиться. Но я сегодня с вами хочу поговорить на очень интересную тему. Я не хочу на этом как-то хайповать, поэтому не буду просить вас куда-то что-то репостить, какие-то там лайки-нелайки ставить. Мне интересны ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Постольку, поскольку все мы стримим плюс-минус в одном и том же разделе, да, я там иногда подстримливаю вов, иногда стримлю мобилки и так далее. Этих стримов, кстати, в последнее время будет сейчас больше и больше, всё меньше будет контента по Lineage, потому что я не вижу на самом деле будущего в стриминге линейки. Моё вангование, что этот раздел продержится такими темпами ещё где-то полгода максимум. Но разговор сейчас не об этом. Вона забанили на YouTube, точнее забанили, насколько я понимаю, из этого скриншота, который мне прислали, кстати, ещё раньше, чем эта новость появилась на страничке Вона в ВК. Вона забанили на YouTube, то есть не сам канал закрыли к чертям, а это прилетел страйк с невозможностью, насколько я опять же понимаю, стримить до 6 мая. То есть человек не сможет запускать прямые трансляции до 6 мая. Почему я задумался вообще на эту тему? На самом деле, когда я сейчас сам тоже сделаю контент, я сам получаю огромнейшее количество ограничений. С точки зрения YouTube, когда ты стримишь на YouTube, ты не можешь включать интересующую тебя музыку. С точки зрения отвеча, ты тоже очень много, что не можешь говорить. То есть ты, например, не можешь назвать человека нетрадиционной сексуальной ориентацией каким-нибудь ярким словом. Ну, вы понимаете, о каком слове сейчас идёт речь, да? Ты должен быть очень лояльным ко всей аудитории, ты должен контролировать разговор, свою речь, всё, что только можно, ты должен по максимуму фильтровать. То есть сейчас, что YouTube является зацензуренным в шака с точки зрения авторских прав, так и Twitch является зацензуренным в шака с точки зрения какого-то отношения к человечеству, к хорошим людям, не должно быть там никакого негатива, всего, что с этим связано. Я не понимаю инову с точки зрения, зачем они серьёзно взялись сейчас и сделали вот это. Зачем пришла вот такая вот инфа, зачем они кинули ему просто страйк на канал. Объясняю. YouTube был как последний оплот. Я это объяснял во многих роликах, когда начинали банить стримеров на Twitch. Я начинал рассуждать на эту тему и я даже и многие другие говорили, что ну на Twitch забанили, на YouTube хер кто забанит. И идите сразу же, ребятки, смело стримьте на YouTube, потому что даже судя по World of Warcraft, очень сложно на YouTube кого-то как-то забанить. А нет, смотрите-ка, они нашли способ, как это можно сделать, как оказалось. Поэтому теперь, я думаю, что это сделано пугалка в первую очередь. Поэтому я думаю, что теперь многие будут бояться стримить пиратки и на YouTube. Что это еще означает? Это означает, что в ближайшее время, я думаю, что еще 2-3-4 канала должны улететь в бананы именно тех, кто стримили. Не то, что в бан, точнее, а должны прилететь вот такого плана. Предупреждение с невозможностью стримить. Просто будут выбраны самые-самые топовые, самые большие каналы. С маленькими каналами, я думаю, что они не будут возиться. То есть позиции новые, что в тот раз забанить 2-3-4 топовых стримеров, что сейчас. Сейчас начали самого крупного стримера с точки зрения пираток на YouTube. Я думаю, что сейчас еще пару-тройку человек за эту ночь, за следующий день, ну и за 2 последующих днях еще также получат такого же плана предупреждения. Что с этим делать? Я, честно, не знаю. С точки зрения Жени Вона, не знаю. Я никогда и не хорошо, и не плохо особо к этому человеку не относился. Стримит, стримит. Понимаете, есть позиция отношения одного стримера к другому стримеру. Она в любом случае, если ты адекватный человек, она уважительная. Человек делает свой контент для своей аудитории. Он просиживает те же самые жопа-часы, что и ты. И, по крайней мере, с точки зрения вложенной силы того или иного человека, я абсолютно адекватно отношусь к любому стримеру в разделе Lineage. Даже тех, кто меня срет. Делают контент, людям нравится, ахахашеньки. Ладно, хорошо, бог бы с ним. С точки зрения сейчас вот этого человека, что ему делать с Женей, я, честно, не могу представить. Смотрите, у человека, получается, дальше варианты какие? Стримить только на Twitch. Стримить, получается, евро-офу, ру-офу или американскую офу. У человека, получается, сразу же из-за этого падает доходность полностью. То есть доходность, возможно, с каких-то только роликов на YouTube. Не будем считать чужие деньги, сколько, с какой рекламы кто зарабатывает. Я вам просто сейчас пример приведу. Это какие-то ролики на YouTube, если они не начнут кидать страйки на все подряд ролики. Первое. Второе. Стримить на Twitch и стримить только офу. И все. Вариантов-то больше нет. То есть, не знаю, вполне возможно, что это какая-то, знаете, целенаправленная такая. Вот и новые. Прям очень сильно целенаправленная травля определенных людей. Либо же это просто выбор максимально расхайпленных людей, которых можно просто-напросто, скажем так, поглотить, поставить на место. И чтобы основная аудитория такая, ух, мы спрятались, мы убежали в уголочек. Я считаю, что это сделано именно с точки зрения не какого-то личностного негатива. Мне кажется, это сделано именно с точки зрения каких-то понимания того, что если мы уберем большого кого-то, то те, кто поменьше, сами рассыплются. Скорее всего, так оно и будет. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Мне ситуация немножко непонятна. Я постараюсь выйти на связь с кем-нибудь из-за нового. Не знаю. Я, конечно, не собирался этого вообще делать и не особо люблю разговаривать. Но со стабом вроде более-менее какие-то разговоры можно вести на Алиота. Я никогда не выходил и с ним не общался. Но, тем не менее, очень бы хотелось узнать, что вообще теперь будет в этой ситуации. Зачем все это происходит. И хотя бы получить уведомление, что да, ребятки, мы будем сейчас банить всех на Ютубе. Или же это какая-то разовая мера, принятая в сторону только одного человека. Я не знаю. Очень хотелось именно это узнать. Более того, данный страйк был кинут не на какой-либо контент, связанный со стримами. Страйк был кинут конкретно на видос. Судя по всему, видос очень сильно расхайпился. И кинули именно на него. Причем удаление произошло 5 февраля. Скорее всего, Женя просто-напросто не заметил, что данное ограничение у него есть. Пока, скорее всего, не начал пытаться стримить. Ну, это опять же, как мне кажется. Потому что я бы, наверное, даже вот эти предупреждения не заметил. Потому что, когда прилетает какая-нибудь дичь на тот же самый Ютуб, ты обычно вот такие маленькие уведомления, там среди миллиона уведомлений с комментариями, с лайками, со всей вот этой вот фигней. Ты их просто-напросто не замечаешь. Кто получился еще сейчас, получается, в таком же положении? Да, почти что все. Потому что сейчас, если вы зайдете в раздел на Твиче, да, если вы просто зайдете на Твич, то вы увидите, что в разделе той же самой линейки почти что никто не стримит на Твиче. Потому что сейчас все, кто стримит, сейчас все стримят на Ютубчик. И, насколько я понимаю, сейчас... Да, Кетру Варс сейчас все стримят. То есть сейчас все стримят эту пиратку. Массово все туда ушли. Гукач, Вон, Вайт, по-моему, и много еще народу. Все они стримят на Ютуб. Мне очень интересно, что сейчас предпримут вот эти вот люди, которые стримили эту пиратку на Ютубчике. Что будет происходить дальше? И, честно, здесь нету какой-то радости или печали. Мне обидно за Вона, то, что такие проблемы с каналом. Мне обидно за Инову, что они не умеют регулировать как-то эти вопросы непосредственно с человеком. А вот в этой ситуации, вот эта ситуация, честно, откровенно, со стороны выглядит как, ну, по меньшей мере, не очень приятно. Особенно, когда был бан на Твиче. И, типа, ладно, все все поняли. Мы пойдем стримить на Ютуб. И они пошли стримить на Ютуб. И получилось вот так. Вы хотя бы, товарищи Иновы, я думаю, что вы смотрите мои ролики Вона там и всех остальных. Вы хоть предупреждайте, что нам можно делать, а чего нельзя. Сделайте, я не знаю, какой-нибудь гайденс нам. Снимите нам один видеоролик для комьюнити, линейки. Один видеоролик. Что мы можем делать, а чего мы не можем делать. Договоритесь с Твичом или с Ютубом, чтобы был какой-нибудь отдельный раздел для пираточников. И все. Ну, с точки зрения юридической, конечно, мы не имеем права этого делать. В любом случае, я не особо горел желанием когда-то стримить пиратки, но, тем не менее. Ситуация банальная. Вы, может быть, и урегулируете сейчас как-то этим свой подход, что стримить все вообще на Ютубе и на Твиче будут не только пиратки, а именно контент с вашей Роффы. Мне-то пофиг, я и так всегда Роффу стримил. Но обидно за вот этих людей, за стримеров, которые вроде ничего особо плохого-то не сделали. Да, авторские права нарушены. Ладно. Что-то еще там нарушено. Ладно. Но вы хотя бы напишите человеку, вы его предупредите. Вы поймите, что я, Вон, Вайт, Гекс, Гукач, не знаю, Фарье. Все, кто стримит в разделе линейки, они по факту ведь не работают. У них единственный способ заработка – это именно стримы. И в теории вы, не предупредив человека, ломаете его жизнь. То есть, я понимаю, что незнание закона не уберегает от каких-либо последствий, но это как минимум с точки зрения какой-то личности не очень красивое. Так не надо делать, это не очень хорошо. Даже я это понимаю. Ребят, вы о чем? Я не знаю. Это получается, что в теории завтра я могу заснять ролик, как я точу пушки на руофе. Назвать его, что мы точим пушки на таком-то серваке X10000 и мне прилетит такой же страйк. Не, ну если это так, я проще удалю все видосы с линейкой вообще с канала к херам. Потому что я не знаю, я не знаю, чего сейчас от вас ожидать. Комьюнити не знает, чего сейчас от вас ожидать. Что мне делать? Я могу полностью, конечно, избавиться от контента линейки. Ничего страшного, я буду делать контент по другим играм. Вон мобилки достаточно неплохо заходят. Как и было всегда, собственно, до того, как я пришел в этот раздел. Но что вы нам-то предлагаете? Понимаете, это получается вы в глухую. Вот мы сидим толпа, 10, 15, 20 человек, что-то пытаемся сделать. А вы так медленно, так знаете, из окопа ядерные бомбы на нас скидываете по одному. Бынк, бынк, бынк. За что, почему, как, что мне можно делать, а чего нельзя делать на стримах? Скажите мне иного, я не понимаю. Что можно делать ему или ему или ему? Какой контент можно давать? Как называть видео тогда, расскажите. Как снимать ролики? Научите меня, пожалуйста, это делать. Я же совсем не снял 800 видосов ни разу. Расскажите нам, как нам дальше жить в этом разделе линейки. Серьезно. И так уже все херово в твиче. Вы уже видите, какой онлайн. Я уже через силу стримлю Lineage, потому что она у меня вот здесь вот сидит. Вот здесь сидит эта линейка. Потому что я сижу как мудак, прокачиваю персонажа. Просто как конченый мудак. Я вам откровенно, впрямую говорю, что я запарился его качать. Потому что ты сидишь год качаешь гребаного чара до 80-го левела. А какие-то очень сильно сообразительные ребята за 4 дня прокачивают этого же чара до 80-го левела. За 4 дня. Какого? Какой смысл в таком случае вообще продолжать что-то делать? Я немножко недопонимаю. Но при этом при всем мы все равно сидим и какой-то херней этой занимаемся. Все равно сидим и пытаемся стримить это. Полнейшее непонимание всего происходящего. Очень обидно. Не думал, что когда-то это скажу. Но очень обидно за Вона. Потому что, ну блин, это его основная статья дохода. И по факту получается работодатель только что его послал в жопу. Ну, не знаю, очень не хотелось бы, чтобы такое продолжалось. И я думаю, что комьюнити-менеджеры должны работать таким образом, что они должны предупреждать, что если вы не предпримете каких-то мер, не удалите какого-то контента с канала, не скроете его, то мы будем вас банить. Потому что кто предупрежден, он хотя бы будет вооружен. Он хотя бы уберет все эти видосы, начнет как-то по-другому к этому ко всему относиться. Но ведь не связались ни со мной, ни с Воном, ни с кем вообще. Они же стримят пиратки и день и ночь уже несколько лет. Так вы свяжитесь с ними напрямую ВКонтакте, я не знаю, письмо им отправьте. По форме письмо создайте и по мейлу отправьте. Что сложного? В общем, ситуация очень сильно спорная. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. О лайках или каких-то репостах не плачу. Ой, не прошу. У нас все уже, плачу, не плачу. И плачу, и плачу, и плачу, и плачу. Вот так вот я, блин, играю в гребаную линейку. И плачу, и плачу, и плачу, и плачу. Если вы играете так же, то пишите в комментах. Ну, посмотрим, чем повернется вся эта ситуация. Всем до новых встреч, пока-пока. Высказал свое мнение, потому что знаю, что сейчас на стримах будут прям пилить по поводу, что ты думаешь на этот счет. Ловите, вот оно мое мнение на этот счет.